А о чём я хотела сегодня вам сказать? Ну, вообще спасибо. Для начала. Благодарю. Супер. Слушайте, чего мы раньше это не начали делать? Вообще супер. Прям молодцы. Такие истории хорошие. Так вы говорите здорово. Сейчас вот себе сразу пишу пометку. Запишите видео. Не откладывайте в долгий ящик. Запишите видео под названием «Моя история». Моя звёздная история. Как я пришёл в Reflame. Вот это вот законспектируйте. Прям здорово. Надо это запротоколировать. Потому что каждый раз вы будете рассказывать как бы одну и ту же историю про себя, но она будет каждый раз разной. И я оставила себе пять минут, о чём хочу сегодня поведать я вам. Это вещь, на мой взгляд, очень важная. И если вы сейчас вот эту мою картинку поймёте, вам она будет очень сильно помогать. Так вот, что же происходит дальше? Вот вы, та звезда, болгу, с короной на голове, начинаете делать свои первые действия. Это происходит всегда, со всеми. Вы пошли выполнять свои действия. Крестик – это проблема. На пути всегда встречается проблема. Наша задача, как говорится, из пункта А попасть в пункт Б. Если бы не было на пути проблем, а тут у меня не уместился пункт А и пункт Б, ну понятно, вот эти горизонтальные нижние стрелочки, да, от звёздочки к крестикам – это наш путь. И если бы на пути у нас не встречались проблемы, мы бы уже давно были там, где все хотят быть, да. Но это невозможно. Итак, встречается проблема. Что происходит дальше? Огромное количество людей перед проблемой сдаются, пасуют, начинают вести внутренний диалог, и в итоге скатываются ещё назад, дальше, откатываются в своём развитии. Ну да, 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 алгоритм, пусть будет так. Сегодня на наших созвонах звучало это слово. Важно осознать глубину трансформации. Что такое трансформация? Это не, вы знаете, это сродни превращению гусеницы в бабочку. Что там внутри происходит, непонятно, да. Когда-нибудь в детстве расколупывали кокон. Там ведь нет никогда бабочки, да. А вот тот процесс, который происходит, это и есть трансформация. Когда ты встречаешь проблему на своём пути, и ты превращаешь эту проблему, на самом деле, ты на неё смотришь по-другому, да. Лужа – это проблема или нет, да. Как говорится, трое людей смотрят в лужу. Один видит грязь, другой – отражение, третье облака. Все трое смотрят в лужу. Точно так же и здесь. Важно, как бы, вот к этой проблеме, к этому препятствию, изменить отношение своё и трансформировать это препятствие в помощника. Ну, предположим, если перенести на наш бизнес, да, вы пошли рекрутировать. Вам человек говорит, нет. Огромное количество консультантов задаются, говорят, о, нет, это не моё, у меня ничего не получается, мне сказали нет, мне уже 10 людей отказали, всё. Этот бизнес не работает, закончили с этим, да. Другое же, что он начинает делать? Он начинает искать, что сделать, как сделать это препятствие, эти отказы, трансформировать в помощника, превратить в помощника. Естественно, кто начинает искать, он находит ответ. Да, тут дело времени и дело техники, он однозначно находит ответ. И преграда, когда превращается в помощника, ты таким образом поднимаешься на новый уровень. Как бы, ну, условно говоря, на высоту этого препятствия, на высоту этой преграды, да. И видите, от препятствия, от крестика звёздочка поднимается вверх. Ты становишься сильней, ты идёшь дальше, ты продолжаешь движение дальше. Что происходит? Всё в жизни циклично. Появляется новая преграда, новый крестик. Обратите внимание, крестик размером больше. Закономерность понятна? Естественно, тебе появляется проблема ещё больше. Что ты делаешь? Ты либо сдаёшь, у тебя всегда есть выбор. У нас всегда есть выбор. Либо сдаёшься, либо начинаешь её трансформировать в своего помощника и думаешь, что я могу сделать. Звёздочка однозначно больше становится, но у меня тут уже точно бы ничего не вместило. Мне важно как бы показать вам, как это работает, как это вообще работает в жизни. Оно всегда так работает. По сути, нам нужно выработать, заполучить, что ли, да, разработать, не знаю, инструмент, трансформировать любую проблему, любую проблему в своего помощника. Это важно сменить отношения, это важно войти в состояние. Тут очень много всяких моментов, да. Важно понять, что ни по силам не даётся. С каждой трудностью вы растёте. Если ещё вчера для тебя была проблема сделать заказ на 150 баллов, это вообще просто невыносимо, да. То на сегодня, например, Лиана, по-моему, уже 208 баллов личных сделала, да, в прошлом каталоге даже 150 не могла набрать. И сколько у нас уже людей делают 150, это вообще элементарно. Да, то есть завтра на вчерашние свои трудности вы будете смотреть, боже мой, ни по силам не даётся. То есть любое ваше препятствие, любое ваше испытание даётся вам только потому, что у вас есть силы, энергия на преодоление этого препятствия, на реализацию задуманных целей. И на самом деле, чем выше цель, тем выше препятствие, тем сложнее. Я абсолютно уверена, что все наши исполнительные директора и президенты, да, из президентской компании, команды, лидеры, они прошли огромное количество препятствий. Они их, вернее, не прошли, они их просто трансформировали и сделали себя круче, себя сильнее, себя мощнее. Когда вы научитесь, когда вы осознаете, что именно трудностями мы растём, человек растёт трудностями. Когда легко, мы не развиваемся. И когда вы это осознаете, знаете, что произойдёт? Вы намеренно станете искать трудности, потому что человек растёт только трудностями. Какие мы с вами преодолевали трудности, когда мы с вами рожались, рождались. Мы сами рождались когда. Какой путь сложный проходит ребёнок. Ну, друзья, а другого пути нет. Только так. Так вот, рождение лидера – это тоже самое рождение через трудности. Поэтому с сегодняшнего дня я вам желаю огромных трудностей на вашем пути. Преодолевайте их, трансформируйте, превращайте в помощников. Но самое главное – сами растите, сами выращивайтесь. У вас всё для этого есть. Абсолютно всё.